всем привет сегодня у меня на тесте они на обзоре кершу блюр со сталью cpm m4 дело в том что видео про сам блюр просто все что вам нужно о нем знать у меня на канале есть уже несколько штук и самая свежая буквально недавно вышла ссылочку на него я оставлю в описании к видео в закрепленном комментарии там я проверял твердость ножа и cpm m4 там был вот такой вот серенький это предыдущая генерация это вот свежая то что сейчас есть на рынке а это серенькое то что было прямо перед этим вот эти ножи как-то разлетелись быстро а эти еще даже можно найти у нас на российском рынке по вполне адекватной цене а вот что вы за эту адекватную цену получите сегодня мы и выясним видео стало возможным благодаря магазин ножиков точка ру за что им большое спасибо ссылочки на нож и на подборку кершей будет в описании к видео и в закрепленном комментарии давайте быстренько напомню характеристики и сразу тест вес ножа 116 грамм длина рукоятки 114 миллиметров 12 миллиметров самом толстом месте клипса не могу сказать что самое удобное по дизайну хорошо вписано но на карман далеко не всем подходит можно ставить ее типа up tip down это нож системой speed safe вот здесь вот подписано под кершом это значит что у нас внутри стоит пружина работает все на шайбах толкаете нож выстреливается вот такой вот это самый любимый мой тип гринда вот такой вот чисто о неоновский рекурва есть у всех но вот такая взрезка есть не на всех ножах длина клинка 87 миллиметров полезных 82 за счет шпенька 3 миллиметра в обухе в нашем случае это cpm m4 это лимит очка стоила в штатах она 75 долларов у нас она стоит порядка 11 тысяч рублей 62 64 единицы на бутылке я проверял уже не раз и в сравнении с фриком от бенчей то же самое ну вот собственно проверил в очередной раз все как было так и есть делал си покрытия 27 миллиметров ширины клинка 19 из них это спуск лайнер лог 1 и 3 миллиметра и сведения вот на моем уже после переточки 0 5 и 0 6 это именно и диссишник это не резак опять же хотите резак вам нужен блюр с вновь с вогнутыми спусками они тоньше сведены они будут резать получше это такой прям и дисси и дисси сравнивать особо мы тоже с вами не будем я вот так вот просто для сравнения вам положу эндуру чтобы вы понимали насколько нож по ширине и по длине надеюсь ну с эндурами знакомы все эндура тоже необычная но вы хотя бы быть понимать габариты потому что габариты у нее не изменились теперь непосредственно давайте немножко посмотрим на него пока он еще красивенький в макро и будем приступать к тестированию а Как вы понимаете, резал я стандартный 8-миллиметровый канатик джутовый с каким-то там сраным песочком внутри, который убивает ножи просто капец как быстро. Нож точился на обычный угол в 36 полных градусов. Нож показал 850 резов. 450 из них прошло с комфортом, после этого нож стал подскальзываться. И вот еще 400 резов, я вам честно скажу, резал я без особого комфорта, потому что у блюра, у него везде постоянно меняется сведение и соответственно немножко меняется угол. И вот где-то я точил 36, а где-то это было уже 20 на сторону, ну то бишь 40 общих. И вот когда нож немножко подтупился, но еще продолжал резать бумагу, вот на плоскости канат, ну такое себе. Но тем не менее до состояния, что он перестает резать бумагу, это 850 резов. Такой же результат у нас показал Native 5 со сталью Rec-45. Единственный плюс, что здесь у нас покрытие на клинке, а там его не было. На мой взгляд, хороший результат. Затупление было равномерным, никаких выкрашиваний, несмотря на то, что я пару раз прям натыкался на что-то, на какие-то крупинки и прям слышал такой хруст. Тем не менее, результат хороший. Но это ведь не все. Мы обычно с вами что делаем, кроме каната? Правильно, вскрываем консервы. А сегодня я решил вскрыть две консервы, потому что баночки были маленькие. Я их решил вскрыть и посмотреть, что будет с покрытием и что будет, собственно, с кромкой. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, покрытие, скажем, выглядит так себе, но радует, что это всего-навсего следы консервной банки. Это размазанный металл по покрытию, потому что покрытие достаточно стойкое. Мне потребовалось где-то 10 минут для того, чтобы оттереть следы. Следы, как вы видите, я оттер не все. Вот здесь вот есть такие вот поблескивания, плюс есть вот здесь вот на гранях. Вот так вот это примерно выглядит. И здесь, соответственно, то же самое. Я не знаю, будет видно такое вот чуть белесое пятно. Но, тем не менее, мне кажется, что это очень хороший результат для черного покрытия, потому что, ну, практически никаких следов здесь не осталось. Но ведь самое интересное, что при такой твердости в 62-63 или 63-64 единицы везде в разных источниках по-разному, что будет с кромкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, о чудо, это замятие! Я сначала как бы думаю, ну, это какая-то пластическая деформация, и все-таки думал, что все оторвалось. Но когда я почистил нож, я потрогал, что у меня просто как заусенец на одну сторону. В микроскопе это все выглядит именно вот так, и радует, что нож еще где-то здесь зарезается. На мой взгляд, это оптимальное требование к стали, лично мои, для повседневного использования. Чтобы ее еще можно было точить барайдами, да, поскольку здесь 62-63, барайды по ней работают отлично, вам алмазы здесь не понадобятся узкие. Плюс хорошее стойкое покрытие, там мы про, ну, про сам нож конкретную модель не говорим, а именно вот про сам клинок и его форму. И при всем при этом у меня нож подминается, а не колется, когда я нагружаю его чем-то таким, чем вообще не стоит нагружать складные ножи. Поэтому, если вы хотите какой-то хороший порошок за вменяемые деньги и не париться про покрытие, я думаю, вот это отличный вариант. На вторичке ножи можно купить вообще по сладкой цене. Новые они стоят примерно в районе 11,5 тысяч. И, блин, это классно, поскольку они еще есть в продаже. И если раньше я говорил, типа, какой блюр взять, и я всем говорил, берите 30-ку Stone Wash, типа, это хороший вариант, 5-е, 10-е. Разница не такая большая между этими ножами по цене, если вы их покупаете у нас в магазине. Поэтому сейчас есть смысл немножко добавить и купить себе сразу в М4 и закрыть этот вопрос просто до конца. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. Я крайне рад результатам. Я-то таким уже пользуюсь, но я не так пользуюсь, как я вам показал в ролике. Пользуюсь аккуратно, а тут приятно знать, что нож может. На этом и все. Всем спасибо. Пока.